Всем привет! Сегодня мы разберем несложный, но зрелищный, в некоторых случаях очень уместный эффект обтравочная маска. Эффект можно делать с изображением на прозрачном фоне, то есть с разрешением PNG, либо с видео также на прозрачном фоне. Если вы не знаете как делать видео на прозрачном фоне, можете посмотреть посвященный этому видео урок. Кроме того, обтравочную маску можно применить к другим объектам редактора, например, к тексту, и мы с вами также это разберем. Для начала рассмотрим пример с изображением. Добавляем изображение на прозрачном фоне. Переходим в видеоэффекты, прозрачность, обтравочная маска. Далее дважды кликаем на данный эффект, то есть заходим в данную вкладку. Находясь в данной вкладке, добавляем наш второй объект, например, видео. Получилось вот что. Наш второй добавленный объект, то есть видео, оказался в рамках нашего первого объекта. В каких-то случаях, возможно, именно этого эффекта мы и будем добиваться. Тогда все, переходим в экспорт проекта. Но мы можем усложнить его. Например, добавить эффекты движения, причем к обоим объектам по отдельности, в нашем случае к изображению и к видео. Можно использовать режимы смешивания, изменить цвет фона, добавить эффекты колоризации. Можем наше видео сделать полупрозрачным. Прозрачность мы можем настроить и, например, при помощи эффекта появления или исчезновения. В конце данного видео, на примере футажа подписаться, который сделан на прозрачном фоне, вы посмотрите действие обтравочной маски с видео и использованием эффекта появления. А сейчас мы сделаем обтравочную маску с текстом. Данный эффект можно использовать для создания быстрого, но довольно эффектного заголовка для вашего видео. Добавляем текст. Сделаем его побольше и пожирнее. Продолжение следует... Для разнообразия добавим эффект движения тексту и эффект появления к видео. Переходим в видеоэффекты, прозрачность, обтравочная маска. Заходим в данную вкладку и добавляем сюда видео. Видео у нас оказалось разрешением меньше, чем наш проект, поэтому немножко раздвигаем его. Продолжение следует... Вот такой получился заголовок. А у меня на этом все. Не забывайте подписаться и нажать на колокольчик. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok